Мир всем! Прямо даже ароматы такие повеяли, но у нас сейчас будет финансовое служение, думаю, вы уже догадались об этом. Скажите, пожалуйста, а кто-нибудь ожидает, что в тот момент, когда здесь говорится слово о финансах, в тот момент, когда идет молитва о финансовом служении, и даже в тот момент, когда мы берем свои деньги, опускаем в эти ведра, Господь может говорить к нам. Мы ожидаем. Вы знаете, что? А кто не ожидает, то может начать с сегодняшнего дня. Ожидать, что Господь будет говорить нам. И Он каждому имеет слово особенное, то, которое нужно вот конкретно мне, потому что Он знает наши ожидания, Он знает наши нужды. Но у Бога есть и общее слово для финансового нашего служения. Когда вот мы приходим к этому месту служения, приходим к этому месту физическому, духовному, когда мы будем жертвовать. И это слово, оно написано в Евангелии от Иоанна. Восьмая глава. Я буду выборочно немножечко читать оттуда тексты. Может быть, не всегда назову, какой стих, но это восьмая глава Евангелия от Иоанна. «Утром опять пришел в храм, и весь народ шел к нему. Он сел и учил их». То есть Иисус пришел, сел и учил весь народ. И вся глава – это учение Иисуса. Учение Христа, обращенное к народу и обращенное к фарисеям, к учителям, к книжникам, к тем, которые особо все знали и учили других. А в 20 стихе, я сразу его возьму, чтобы было понятно, где это все происходило. «Сии слова говорил Иисус у сокровищницы, когда учил в храме». И вроде там ничего не было о жертве. Если мы все будем головой читать, там нет ни одного об этом слова. Но почему-то именно эти слова, именно это наставление Иисус говорил у сокровищницы. Интересно, что это Он там говорил? Хочу просто немножечко нам сейчас предложить вместе погрузиться туда, в это слово. Начинается голова с того, что Ему привели женщину, взятую в прелюбодеяние. И они осудили уже ее. Просто хотели выяснить, а что Он-то скажет. Мы знаем, какой там был итог. Иисус сказал ей, «Я не осуждаю тебя, иди и впредь не греши». Он поставил их в такие условия, этих книжников и фресеев, те, которые знали очень хорошо законы, все, что необходимо делать перед Богом. Он их поставил в такую ситуацию, создал такие условия, что они не смогли осудить. Они просто ушли. И первое, что говорит Иисусу сокровищнице, нам прямо вот здесь, каждый раз, когда мы приходим жертвовать, «Не суди». Это первое слово. «Не суди того, кто рядом». Знаете, это стартовая площадка, а дальше лестница. Давайте посмотрим, что Он нам говорит дальше. «Опять говорил Иисус к народу и сказал им, «Я свет миру, кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Вот, пожалуйста, если ты соглашаешься не судить никого, ты способен принять свет и идти за ним. Главное не пропустить первую ступенечку, самое начало. Знаете, так не отодвинуть ее. Потому что во свет-то хочешь, а с судом остался. С осуждением остался, и что-то может не сложиться. Это движение во свете может не произойти. Поэтому оставляй суд. Идти за тем, который свет миру. И иметь в себе свет жизни. Иисус услушал народ, я уже сказала. Слушали его фарисеи. Но они хотя ушли от этой женщины-то, внутри, видимо, себя не приняли слова. Не судите. Поэтому у них возникли очень большие сомнения насчет слов Христа о свете. О том, что он есть свет миру. И они стали с ним спорить. Они, более того, отказавшись от своей позиции осуждать других, они стали не наверх подниматься к свету, а вниз. И когда он им сказал, что он свет миру, они осудили его. Что он не прав. Почему? Потому что надо говорить, чтобы слово было двух, истина. А не только одного. Вот когда двух, они уже его не слушали. Они его пытались просто улечить. Просто улечить. И они стали не наверх подниматься, а вниз. Иисус-то нам говорит у сокровищницы. Куда нам подниматься? Он говорит, вы судите по плоти. В 15 стихе вы судите по плоти. Я не сужу никого. Хотя мы знаем, что весь суд отдан ему. И наступит тот момент, когда он придет судить мир. Но он сейчас не судит. Это великое благословение. Это возможность для нас. И дальше эта лестница, она поднимается все выше и выше в небо. Когда мы проходим первые ступеньки, мы способны услышать его слово, которое в 25 стихе написано. Тогда сказали ему, кто же ты? Кто же ты? Можем ли мы услышать, кто же он? И в ответ Иисус сказал им, от начала сущий. Как и говорю вам. Когда это имя впервые в Библии кто-нибудь помнит? Сущий. Когда Моисей был посылаем Богом к народу Израиля в Игипет. Он говорит, меня спросят, как имя-то твое? А Господь ему ответил, сущий. И вот Иисус так говорит о себе. Как это так? Он так говорит о себе. И дальше он говорит, что он ничего оказывается не делает сам. Вообще ничего. Многое имею говорить и судить о вас. Но пославший меня есть истинен. И что я слышал от него, то и говорю миру. Вот какая уже ступенька. Когда мы принимаем его свет. Мы следуем за ним. И мы имеем этот свет внутри себя. Мы принимаем эту истину. И уже начинаем говорить не то, что нам бы хотелось. Мы видим, что его грех страшен. И это видят все. Но мы не будем в числе тех, которые встанут на позиции суда. Если мы только с этим согласимся, нас ждет великое возвышение. Кто за? Очень хочется это иметь. А враг нас бывает побуждает. Осуди. Осуди. И мы перекрываем маршрут. Мы перекрываем себе весь путь. Потому что он идет еще дальше и выше. Двигаясь в том послании, которое нам говорит Господь. Распространять его везде. Просто везде. Потому что слово-то Божье, оно не имеет туз. И дальше мы приходим к тому моменту, когда он говорит. Тогда сказал Иисус. Уже не к фрисеям. Уже не к народу. Знаете, разные категории людей, они отсеиваются. В процессе этой лестницы. Кто-то сразу вниз пошел. Кто-то остался, даже на первую ступеньку не спустил. А кто поднялся? Если пребудете в слове моем, то вы истинно мои ученики. А что имеют ученики? Ну, как и раньше ученики, не ученики. Бога любим. Знаем, что Он Господь. Дальше. И познаете истину. И истина сделает вас свободными. Вот чему учит нас Иисусу-сокровищнице. Как получить свободу? Давайте мы возьмем свои финансы, что мы принесли. И помолимся, чтобы нам слышать слова Христа, которые всегда у этой сокровищницы звучат. Которые никогда не прекращаются. И голос Его всегда слышен и не замолкает. Спасибо тебе, Отче. Сущий от начала. И голос сущий. Спасибо тебе за те слова, которые ты через уста Господа нашего, Иисуса Христа, дал нам. Дал нам, Боже. У этой сокровищницы ты нам дал истинное сокровище. Потому что, когда мы отдаем сокровища мира, которые не являются сокровищами, мы получаем сокровища истины с небес. Благодарим тебя за этот чудесный обмен, который мы можем иметь. И помоги каждому из нас проходить по этой лестнице, поднимаясь на твою высоту от начала, соглашаясь не судить. Принимая твой свет, соглашаясь, что без тебя я во тьме, и ты нужен мне. Принимая силу света и самим, имея свет в жизни и принимая способность освещать этот мир. Благодарим тебя, что мы можем познавать тебя, твою суть, твою глубину, все больше и больше. Мы можем начинать и научаться транслировать только то, что говоришь ты. И уже никакое, не то, что гнилое слово, но даже слово просто неверие, оно не исходит из наших уст. Потому что ты говоришь, тогда вы мои ученики, тогда вы мои ученики. Потому что слово мое, оно в вас, оно вселяется в вас обильно. И пусть так будет, со всякой премудростью, отче. И ты говоришь, познайте истину. И истина сделает вас свободными. Принимаем. И мы, Отец, вкладываем эти финансы, чтобы истина познавалась нами. Чтобы мы всегда шли, поднимаясь ступенька за ступенькой. Озаряемые лучами твоего света, света истины. Да будет так драгоценный. Мы принимаем твои сокровища взамен тленных сокровищ. И благодарим тебя, что ты это открыл нам. Словом истины твоей. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Ты видишь сердце, ты знаешь мысли. Я тебе отдаю дни мои. Прощен и свободен. И верю всем сердцем. Все лучшее еще впереди. Знаю я, ты со мною. Поднимаешь, если падаю я. Все дни моей жизни, пока я буду жить на этой земле. Ты в сердце мое стучи и поет лишь для тебя. Ты не оставишь, ты не покинешь. Если мир мне объявит войну. Стрелы расплавишь, скалы раздвинешь. Только руку к тебе протяну. Знаю я, ты со мною. Поднимаешь, если падаю я. Здесь просто я с тобою. Твоя милость восхищает меня. Все дни моей жизни. Пока я буду жить на этой земле. В сердце мое стучи и поет лишь для тебя. Пусть сердце мое стучи и поет лишь для тебя. Пусть сердце мое стучи и поет лишь для тебя. Пусть сердце мое стучи и поет лишь для тебя. Пусть сердце мое стучи и поет лишь для тебя. Пусть сердце мое стучи и поет лишь для тебя. Пусть сердце мое стучи и поет лишь для тебя.